Счастливый час И назовет мне победную версию в прямом эфире Тот сумеет заработать 8 тысяч рублей Пришло время вам зарабатывать При помощи своего ума и своих способностей И делать это нужно незамедлительно Запомните, что нет никаких подходящих моментов В моем интеллектуальном шоу Как только вы будете готовы Как только вы составили какое-то слово Из данного набора букв Появляйтесь здесь и озвучивайте мне ваш победный вариант Как появиться, спросите вы Алгоритм действий достаточно прост Обратите внимание, что внизу на экране Всегда указаны номера телефонов 0948 Это короткий номер для всех жителей Российской Федерации Если вы живете не в России, а живете, например, в Армении Ваш номер телефона 090701 Живете не в Армении А живете за пределами Российской Федерации Следует набирать длинный номер телефона Для жителей Казахстана Есть специальный номер телефона 3698 Думать вам, решать вам Когда и насколько становиться богаче Но я рекомендую прямо сейчас Приступить к выполнению данного задания Тем более, что здесь я вас Ни в чем не ограничиваю Никаких особых требований Я к вам не предъявляю Вы можете быть внимательны Вы можете разобраться С данным буквенным набором Главное, чтобы вы составили Хоть какое-нибудь слово Пытайтесь, букв здесь предостаточно Для вас специально здесь подготовлено 10 букв Поэтому думайте, работайте Пытайтесь составить какое-нибудь слово И рассказать мне об этом Можете брать абсолютно любую букву Соединять ее с другой, с третьей, с пятой, с четвертой И получается у вас какое-то слово Если слово получилось, значит вы мой победитель Возможно, ваша версия окажется победной Хотя может так получиться, что не с первого раза Оказавшись в прямом эфире Вы мне озвучите победное слово Никто же не может предсказать наше будущее Наше будущее нам неизвестно Но вы своим будущим управляете Поэтому появляйтесь здесь Думайте, работайте И радуйте меня своим активным участием Действуйте, не теряйте времени Конечно же, у вас все получится Конечно же, именно вы станете тем самым победителем Которого я так долго жду Решать вам, когда и насколько становиться богаче Но я уверена, что вам нужно поторопиться И прямо сейчас появиться в прямом эфире Сделайте это, пожалуйста, незамедлительно Если слово какое-то у вас уже получилось Если что-то вы прочитали от первой до последней буквы Значит, в общем-то, все в порядке Значит, если слово читается Если слово вами составлено Если составлено правильно, если версия победная Я вручу вам награду Если нет, вернетесь вновь к данному набору букв Что бы я вам посоветовала Для того, чтобы вы в ближайшее время стали моим победителем Перепишите данный набор букв к себе на листочек Попробуйте И уже в более удобной последовательности Вы можете составлять абсолютно любую версию Вот как хотите, так и составляйте Хотите, соединяйте гласную с согласной Хотите, соединяйте две гласные вместе Пробуйте, работайте, трудитесь Перепроверяйте любые ваши варианты У вас обязательно все получится Именно вы станете моим победителем Я знаю, я знаю, что вы с первым заданием справитесь И я уверена, что это должно произойти незамедлительно Прямо сейчас, как только вам удалось Прочитать какое-то слово Как только что-то удалось сложить Уже буквы в какое-то слово сложились Появляйте здесь и озвучивайте мне ваш вариант Ни в коем случае не удваивайте буквы И не добавляйте Поверьте мне, в данном наборе букв Вполне достаточно того, что представлено Не нужно ничего удваивать И не нужно ничего добавлять Вот то, что есть, с тем, пожалуйста, и трудитесь Никаких фантазий с вашей стороны Кроме как логичного слова я не принимаю Если что-то уже получилось Если каким-то образом вы поработали Каким-то образом вам уже удалось выяснить Что же это за слово Будьте действенны Появляйтесь прямо сейчас Букв много Для вашей работы представлены Четыре гласных буквы И пять согласных С какого слога Из каких слогов будет составлять Ваша победная версия Это решать вам Я вам указывать и диктовать условия не имею права Я только могу вручать вам награду В размере 8 тысяч рублей И готова это сделать незамедлительно Задание разминочное Сейчас вы на нем натренируетесь Сейчас вы привыкнете к работе С данными буквами Поймете, как вам трудиться Как вам, в общем-то, справляться И появляться будете здесь незамедлительно Я очень надеюсь на вас Я рассчитываю на то, что вы справитесь Я знаю, что задание непростое Я знаю, что тяжело достичь победы Потому что букв много И вот что из них можно сложить Тут такой серьезный набор букв Что можно сложить, мне кажется, что угодно Но надо думать, надо работать Надо пытаться И появляться здесь как можно быстрее Интересно, что же у вас уже получилось? Если что-то получилось, пожалуйста Появите здесь незамедлительно Пожалуйста, порадуйте меня Своими активными действиями Расскажите мне, какое же слово вам удалось Здесь составить Что-то уже сложилось? Проверяйте Абсолютно любая ваша версия Неожиданно для вас Может оказаться победной Ну а если вы будете просто сторонним наблюдателем И не решитесь появиться здесь В прямом эфире Вы не сможете заработать достойнейшую награду Решайте Составляйте слово И незамедлительно появляйтесь здесь Номера телефонов всегда указаны внизу на экране Я их могу для вас напомнить Это уже некая мантра Которую, я полагаю, вы выучили наизусть 0948 для тех, кто живет в России 3698, если вы являетесь жителем Казахстана 090701, если вы живете в Армении И длинный номер телефона, если вы проживаете в какой-то другой части мира Поэтому трудиться вам нужно сейчас Трудиться вам нужно активно Трудиться вам нужно настойчиво И тогда, безусловно, именно вы станете победителем Именно вы добьетесь победы Не нужно полагаться на то, что у вас ничего не получится Почему? Чего вы взяли, что вы не станете моим победителем? Ну, конечно же, вы им станете Конечно же, вы добьетесь победы У вас обязательно все получится Главное – работать грамотно, главное – работать осознанно. Думайте, работайте, рассуждайте, ищите, какое слово у вас здесь получилось, что-то удалось сложить, уже как-то буквы сами собой выстроились, какое-то слово. Пожалуйста, мне об этом расскажите. Я не верю, что до сих пор вы не составили здесь ни одного слова. Хотя бы одно-то слово из данного набора букв, я уверена, вам уже удалось составить. Ведь букв здесь 10, 4 гласных, 5 согласных. Что-то-то уже можно как-то потихонечку слепить, что-то как-то где-то уже должно у вас получиться. И я надеюсь на то, что у вас уже все получилось. И если я права, если действительно вы что-то составили, значит, вы и есть мой победитель, и вам остается только появиться здесь в прямом эфире и мне об этом рассказать. Трудитесь, трудитесь, будьте внимательны, работайте, пожалуйста, грамотно. Я жду вас в прямом эфире моего интеллектуального шоу. И очень надеюсь на то, что слишком долго ждать мне вас не придется. Потому что я действительно хотела бы, чтобы вы собрались, чтобы вы уже составили здесь какой-то вариант и не забыли со мной поделиться. Поделитесь со мной вашей версией. Не теряйте времени. Будьте разумны. Будьте настойчивы. Все готово для того, чтобы именно вы стали богаче. Так в чем же дело? В чем же дело? Как вам поработать? Как вам потрудиться? Как вам здесь уже оказаться? Ну пора, пора справиться с данным заданием. Если вы понимаете, что вы можете стать моим победителем, тогда никто и ничто не должны вам мешать. Все обязательно получится. Все обязательно получится. И вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Трудитесь. Какая-то буква должна быть в качестве заглавной. Я знаю, что вы сможете. Я знаю, что вы добьетесь победы. Я очень на вас рассчитываю. Я надеюсь на вас. Поэтому не теряйте времени. Соберитесь. Трудитесь. Трудитесь осмысленно. И все получится. Все получится. Да, тяжело. Да, непросто. Но если очень захотеть, если постараться, безусловно, у вас все получится. Безусловно, именно вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Главное, принимать активное участие. Главное, вновь и вновь оказываться здесь для того, чтобы проверить вашу составленную версию. Если что-то уже получилось, если вы уже готовы стать моим победителем, я не вижу никакого смысла в том, чтобы ждать какого-то подходящего момента. Зачем чего-то ждать, когда вы сейчас можете стать богаче? Когда вы сейчас можете заработать достойнейшие вознаграждения? Ну, только приложите усилия. Только подумайте. Определите, какая буква должна быть в качестве заглавной, в качестве победной. Вот вы выбрали ее. И попробуйте сложить что-то вместе с этой буквой, с остальными буквами. Может быть, у вас получится какое-то слово. Может быть, оно будет недлинным, может быть, коротким. Ну, что-то же можно уже как-то смикшировать. Перемешивайте буквы, делайте такой некий буквенный микс. Главное, чтобы слово у вас уже получилось составить. Я надеюсь на то, что вы станете тем самым настойчивым, активным, может быть, даже отчасти дерзким победителем моего интеллектуального шоу. Не теряйте времени, у вас обязательно все получится. Я послушаю, что вы составили. Пожалуйста. Здравствуйте, девушка. Сила-шила. Шила можно составить, но, к сожалению, ваш вариант не является победным. Но я рада слышать вас здесь в прямом эфире. Я рада, что вы здесь оказались для того, чтобы попробовать, в общем-то, свои силы. Теперь вы понимаете, что появление в прямом эфире абсолютно реально. Главное, продолжать работать в том же духе. Главное, появляться здесь незамедлительно. Здесь и сейчас вам нужно быть действенным. Пытайтесь, размышляйте, рассуждайте. Анализируйте, перепроверяйте любые ваши варианты. Да, задание сложное. Да, непросто с ним справиться. Но если очень захотеть, конечно же, у вас все получится. Конечно же, вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Но зачем терять время, зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Ведь вы же сейчас можете стать победителем моего интеллектуального шоу. И никто и ничто не мешает вам стать богаче. Приступите к выполнению данного задания. Составьте слово. Как часто я, наоборот, запрещаю составлять вам слова и требую выполнять какие-то другие условия. Здесь вы можете позволить разгуляться своей фантазией по полной программе. Потому что здесь вы можете составлять в свое удовольствие абсолютно любые слова. Но не забывайте, что их достоверность вы должны проверить в прямом эфире. Я вас слушаю. Что составили вы? Пожалуйста, алло. Алло, это слово виола. Виола. Можно составить замечательное слово, но, к сожалению, тоже ваш вариант не является победным. Мне нравится ваш темп. Пожалуйста, не избавляйте его, продолжайте в том же духе. Вот так вот активно, появляясь, как можно чаще вы сумеете, я уверена, вы сумеете составить здесь ту самую победную версию. В конце концов, рано или поздно все варианты закончатся. И здесь в прямом эфире прозвучит исключительно победное слово. Именно этого победного слова я жду от вас. Думайте, думайте. Составляйте, не теряйте времени. У вас обязательно все получится. Я верю в вас. Я знаю, на что вы способны. Поэтому ваша задача трудиться, не покладая рук. Вот вы начинаете, выбираете, может быть, несколько букв сразу же, для того, чтобы их уже как-то перемешивать между собой. Может быть, попробуйте все буквы вместе с собой перемешать. Главное, чтобы слово получилось логичным. Если что-то сложили, появляемся здесь. Попробуйте записать на листочек. Вы же можете переписать этот набор букв в абсолютно удобной для вас последовательности. И можете прямо записывать слова, которые вы составили. И вычеркивать их по мере того, как вы появляетесь в прямом эфире и озвучиваете мне всевозможные варианты. Потому что не всегда и не у каждого получится с первого раза составить ту самую победную версию. Может быть, и не получится. Вот в чем проблема. Потому что букв много, их здесь 10, их никто же не знает. Что за слово предполагает компьютер, когда все-таки предоставил для вас данный набор букв? Что за слово он задумал? Ну, вот это сложный вопрос, но вопрос, на который, я надеюсь, вы мне дадите ответ прямо сейчас. Каким же образом вам следует потрудиться? Как вам следует уже поработать с этим набором букв, чтобы что-то у вас получилось? Чтобы получилось читаемое слово, чтобы слово уже было вами составленное? Опять возникла тишина? Очень жаль. Очень жаль. Вы взяли такой прекрасный темп. И я надеялась, что вы в таком же темпе будете продолжать трудиться и вновь появляться здесь для того, чтобы стать богаче. Но почему-то по каким-то причинам решили сбавить обороты. А напрасно. Это вас к победе не приведет. Вот в чем проблема. Думаем, продолжаем думать, продолжаем трудиться. И, безусловно, у вас все получится. И, безусловно, именно вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Я в вас уверена, я в вас не сомневаюсь. Пожалуйста, не теряйте времени. Как только вам удалось что-либо здесь составить, незамедлительно появляйтесь здесь в прямом эфире и озвучивайте мне вариант, который вы составили. Да, тяжело. Да, непросто. Но можно, если очень захотеть, если постараться. Конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем. Я же знаю, на что вы способны. Тому, кто составит и назовет победный вариант ответа, я готова выручить уже 8,5 тысяч рублей. Я настаиваю на том, чтобы вы были активны. И хочу, чтобы у меня появился первый победитель. Если наши желания обоюдны, тогда почему здесь тишина в прямом эфире? Почему я не слышу вашего голоса, который рассказывает мне, что за слово ему удалось составить из этого замечательного набора букв? 10 букв в вашем распоряжении. Как их нужно перемешать, чтобы у вас получилось слово? Каким образом? Что за буквенный бульон вы должны здесь, в общем-то, заварить, чтобы в итоге получилась победная версия? И вы заработали 8,5 тысяч рублей. А в подарок вам еще и бонус. Статус первого победителя интеллектуального шоу. И вы с гордо поднятой головой можете всем рассказывать, что понедельник – день тяжелый, это только у ленивых. А у тех, кто активный и настойчивый, понедельник – это действительно прекрасный день, это удачный день для того, чтобы начать свою жизнь заново. Ведь многие начинают свою жизнь именно менять именно с понедельника. Кто-то бросает вредные привычки, кто-то бросает вредных людей с понедельника. В любом случае, понедельник – это позитивный день, и вы можете себе это доказать, появившись в прямом эфире и заработав 8,5 тысяч рублей, при условии, что слово будет действительно победным. То есть я меняю 8,5 тысяч на одно слово. Какое же, только победное. Я вас слушаю, какое слово вы здесь составили, пожалуйста. Алло. Алло. У вас тут слово «цена». Цена. Замечательное слово, действительно, оно здесь есть, но, к сожалению, не победная версия. Эх, цена-то 8,5 тысяч рублей победного слова, но пока его еще здесь не было. Пока еще не составил никто победный вариант. Значит, у вас есть возможность. Может быть, вы на самом деле уже и составили. Просто чего-то ждете. А чего можно ждать? Нужно уже появляться здесь в прямом эфире. Не надо ничего ждать. Не нужно, в общем-то, пребывать в состоянии такого некоего непонятного, загадочного ожидания. Не нужно подсчитывать мгновения, чтобы появиться в какую-то назначенную минуту. Ну, нет никаких здесь назначенных минут. Любая секунда. Сейчас это самое подходящее мгновение для того, чтобы вы стали богаче и заработали 8,5 тысяч рублей. Конечно, если вы уже составили слово. Появляйтесь здесь, проверяйте любой составленный вами вариант. Никто до конца на 100% не может сказать, является ли ваш вариант победным. Вот в чем проблема. Потому что не так-то просто, не так-то просто выявить ту самую победную версию. Букв много. Вариантов составить можно большое количество. Поэтому работайте, трудитесь, приступайте к выполнению данного задания, двигайтесь, в общем-то, в абсолютно любом направлении, соединяйте любые буквы. Здесь никаких требований я к вам не выдвигаю. Я прошу только об одном, чтобы как можно чаще вы проверяли свои составленные версии в прямом эфире. Это единственное условие. Ну, пожалуй, еще попросила бы вас, чтобы вы все-таки не удваивали буквы и не добавляли. Потому как 10 букв, которые вы видите перед собой на экране, вполне достаточно, чтобы выяснить победную версию. Чтобы сложить эти буквы так, чтобы в итоге у вас получилось что-то интересное, какое-то то самое интересное слово, за которое я готова вручить уже вам награду. И давно, между прочим, я уже жду победителя. И я готова переходить к следующей головоломке. Но не могу без вас это сделать. Как я сама оставлю задание незаконченным и отправлюсь вперед? Это неразумно. Потому что каждое следующее задание повышается в степени сложности. И какой смысл нам переходить к более сложному заданию, когда мы не можем справиться с данным набором букв, пока мы здесь еще не прочитали ни одной победной версии. Да, вы стараетесь. Да, вы на правильном пути. Я не могу обвинить вас в том, что вы ничего не делаете. Нет, действительно, звучат варианты. Звучат прекрасные, интересные составленные версии. Но пока победного варианта не было, а это значит, что вы мне еще не позвонили. Ваш голос еще не появлялся в прямом эфире. Лично с вами я еще не говорила, а хотела бы пообщаться именно с вами. Если вы не против, тогда, пожалуйста, наберите номер телефона прямого эфира и появитесь здесь, чтобы мне об этом рассказать. Все номера телефонов всегда указаны на экране, и они находятся перед вами, перед вашими глазами. Так что вам максимально удобно в моем интеллектуальном шоу становиться богатым и счастливым человеком. Если вы живете в России, ваш номер телефона 0-9-48. Если вы живете в Казахстане, ваш номер телефона также короткий – 36-98. Для жителей Армении следует набирать номер телефона чуть длиннее – 0-9-0-70-0-1. Ну а если вы живете в какой-то другой части мира, то набирайте, пожалуйста, длинный номер телефона и появляйтесь здесь незамедлительно. Я очень хочу, чтобы вы с данным заданием справились прямо сейчас. Если вы понимаете, как вам поработать, если вы понимаете, как стать моим победителем, то я не вижу никаких трудностей в том, чтобы вы уже собрались и появились здесь как можно быстрее. Решайте сами, когда и насколько вам становиться богаче. Но мне кажется, что уже пора, уже пора вам здесь появиться и мне об этом рассказать. Приступайте немедленно. Я вас слушаю, вы в прямом эфире. Что за слово вам удалось здесь составить? Пожалуйста. Алло, девушка. Да? Это слово «олива». «Олива». К сожалению, хотя нет, подождите, все правильно. Да, «олива». Все верно. Слово вы составили, но только оно не является победной. Очень жаль. Очень жаль, потому что мне нравится ход ваших мыслей. Мне нравится, что вы думаете о том, чтобы составить как можно длиннее слово. Но поработайте еще. Еще постарайтесь. Не отчаивайтесь. Вот сейчас самое главное – не расстраиваться и не впадать в уныние. Конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Я в вас не сомневаюсь. Я знаю, на что вы способны. Приступите немедленно к выполнению данного задания, и вы обязательно достигнете победы. Думайте, работайте, рассуждайте, размышляйте и появляйтесь здесь как можно быстрее. Я знаю точно, что вы можете стать богаче. И я уверена, что вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Какое слово можно здесь составить? Неужели из такого большого количества букв их здесь 10? Вам ничего не удалось сложить? А ведь в вашем распоряжении целых 4 гласных. 6 согласных. Почему бы не попробовать сейчас уже как-то потрудиться? Попытайтесь. Сначала можете попробовать составить какую-то совсем недлинную версию. А может быть, именно она окажется короткой. Я не знаю. Появляйтесь в прямом эфире и проверяйте любое составленное вами слово. Вот как только что-то составили, тут же набирайте номер телефона прямого эфира, озвучивайте мне ваш победный вариант. Нельзя терять времени, нужно собраться, нужно быть активным и настойчивым. И, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но я полагаю, что пора уже справиться с данным заданием. Пора справиться с ним незамедлительно. Думаем, трудимся, размышляем, рассуждаем и появляемся здесь как можно быстрее. Очень важно, чтобы у вас все получилось. Очень важно, чтобы именно вы стали достойнейшим победителем. Очень важно, чтобы именно вы, появившись в прямом эфире, озвучили мне победное слово. Что за слово здесь можно прочитать? Его можно здесь составить. Пытайтесь. Видимо, еще не соединили буквы так, чтобы удалось отыскать ту самую победную версию. Может быть, как-то по-другому вам попробовать их перемешать. А для того, чтобы вам облегчить вашу участь, я советую переписать данный набор букв на листочек. И так вам будет гораздо проще работать. Вот вы переписываете на листочек и пытаетесь что-то составлять. Соединяй гласные с согласными, микшируйте. И, возможно, у вас уже получилась победная версия. Если получилась победная версия, пожалуйста, появитесь здесь и мне об этом расскажите. Я надеюсь на вас. Я рассчитываю на то, что именно вы станете моим победителем. И я жду вас здесь незамедлительно. Не надо ждать какого-то волшебного, эфемерного подходящего момента. В моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента не существует. Здесь и сейчас вы можете стать богаче. И вы станете моим победителем. Поэтому приступайте немедленно, рассуждайте, размышляйте и появляйтесь здесь как можно быстрее. Я очень хочу, чтобы именно вы стали богаче. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло. Мне кажется, здесь левша. Левша. Замечательная версия. Действительно, можно составить. Но, к сожалению, этот вариант тоже не является победным. Продолжайте вновь. Продолжайте. Просто вот это слово уже можете вычеркивать у себя на листочке, если вы написали большое количество вариантов. И попробовать появиться в прямом эфире для того, чтобы озвучить какое-то другое слово, которое вы также, я надеюсь, уже составили. Поторопитесь, пожалуйста. Я не хочу слишком долго проводить, слишком долго засиживаться на первом задании. Это ведь только разминка. Вы должны потренироваться, и мне хотелось бы перейти уже к более серьезному, интересной головоломке. Но пока мы здесь, я вас слушаю, пожалуйста. Расскажите мне, что вы составили. Алло. Девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Слово волшебница. Конечно, волшебница. Ну, действительно, слово волшебница и нужно было составить. Это победный вариант. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Я зовут Роза. Роза, очень приятно. Откуда вы? Я из Правдинска. Я благодарю вас. Вы зарабатываете 8,5 тысяч рублей. После программы с вами свяжутся и расскажут, как данная награда окажется у вас. Ну, а я с удовольствием перехожу к следующей головоломке. А вот и она. Перед вами буквенный клубок, который вам предстоит распутать. И как только вы справитесь, вы заработаете 9 тысяч рублей. Давайте вместе подумаем, как же вам стать богаче. Для начала нужно понимать, что в данном задании уже существует определенное правило. Если в предыдущем задании я требовала от вас всего лишь навсего, чтобы вы были активны и как можно быстрее появлялись в прямом эфире и озвучивали варианты, которые вы составили, то здесь нет. Все полностью противоположно, потому что здесь составлять ничего нельзя. Слово за вас уже составил компьютер, но он его запутал в этом буквенном клубке. И ваша задача не составлять слово, а распутать имеющееся слово в наличии. Как вам распутать? А для этого нужно понимать, с чего вы начнете работать. Очень важно в любом деле это начало. Как говорится, как начнешь, так и закончишь. И если все правильно, если вы начинаете действительно грамотно, то, конечно же, вы придете в финале к победной версии. Давайте поймем, как же вам начинать. Но для этого вы должны определить какую-то букву в качестве заглавной. Вот вы ее определяете. Она у нас становится первой. И начинаете от нее двигаться. Либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. При этом вы, естественно, никуда не перепрыгиваете и не перескакиваете. Будьте, пожалуйста, максимально собраны и внимательны. Следите, чтобы вы двигались строго по линиям. Вот эти линии, дорожки, ниточки, называйте их как угодно. Это вам прежде всего помощь. Потому что если вы будете перемещаться от буквы к букве там, где нет линий, значит, вы допустите ошибку. Значит, вы не станете никогда тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, работайте, рассуждайте, размышляйте и появляйтесь здесь незамедлительно. Я надеюсь на вас. Я надеюсь на то, что вы соберетесь, справитесь с данным заданием. И, конечно же, тогда у вас все получится. Я верю в вас. Поэтому где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, пожалуйста, будьте внимательны. Поработайте с данным буквенным клубком. Попробуйте отыскать, что за слово здесь скрывается. Оно уже есть. Ваша задача просто грамотно распутать. Выбрать нужную букву. Правильно действовать. И тогда все получится. И тогда вы точно станете моим вторым победителем. Сегодня у меня уже есть один герой. И это значит, что тенденция прекрасна. Я надеюсь на то, что героев будет большое количество. Если вы сомневаетесь в себе, если вы считаете, что место героя вам не принадлежит, и вы считаете себя недостойным, занеженная самооценка – это очень плохо. Нужно повышать свою самооценку. А как вам это сделать? А давайте я вам в этом помогу. Появляйтесь здесь в прямом эфире, зарабатывайте 9 тысяч рублей, и я вас уверяю, автоматически проблема с низкой самооценкой будет решена однозначно. Потом же вы же будете себя чувствовать победителем. Небольшой выброс адреналина позволит вам, в общем-то, ощутить состояние эйфории. От того, что вы такой молодец. После трудового дня, после понедельника, приложили усилия, подумали и распутали данный буквенный клубок. И своим умом, своими способностями, своими, в общем-то, дедуктивным методом сумели заработать 9 тысяч рублей. Конечно же, себя нужно хвалить, себя нужно любить и баловать. Поэтому я предлагаю вам прямо сейчас приступить к выполнению данного задания и порадовать себя наградой в размере 9 тысяч рублей. Но сначала нужно подумать. Главное – правильно расставлять приоритеты. Прежде всего, я советую вам выяснить, какое слово вам удалось здесь прочитать, а уже после набирать номер телефона прямого эфира. Но не наоборот. Потому что как часто бывает. Бывает так, что вы предпочитаете сначала набрать номер телефона прямого эфира и как бы краем глаза, как бы промежду прочим, пытаетесь отыскать здесь победное слово. Но так может ведь и не получиться. Нет, так действовать нельзя. Нужно действовать наоборот. Нужно сначала быть внимательным. Сначала вам нужно отыскать победный вариант, а потом появиться здесь в прямом эфире, чтобы справиться, чтобы стать моим победителем. Вперед! Я жду вас. Я готова вас встретить здесь с распростертыми объятиями. Почему здесь тишина? О чем вы сейчас думаете? В какие глубокие философские мысли вы сейчас углубились? Вернитесь ко мне. Наберите номер телефона прямого эфира. Да, пожалуйста, я вас слушаю. Что за слово вы здесь прочитали? Алло, девушка, здравствуйте. Здравствуйте. Слово мука. Мука? Давайте вместе с вами разбираться. Можно ли ваше слово здесь отыскать, двигаясь по линиям? Ведь я не раз обращала ваше внимание, что линия – это вам в помощь. Смотрите, мук я вижу, а буква А находится, к сожалению, отдельно. А нужно, чтобы слово читалось от первой до последней буквы. То есть тенденция правильная. Вы как бы двигаетесь в нужном направлении, но все-таки предпочитаете почему-то пока добавлять буквы. А этого делать нельзя. Нет. Нужно отыскать от первой до последней буквы слово, которое, в общем-то, читается строго по линиям, и появиться здесь в прямом эфире. Вновь и вновь вы можете это делать. Вы можете появляться здесь столько раз, сколько посчитаете нужным. Вот сколько хотите раз, столько и появляетесь. Вы можете стать победителем не только второго задания, но и третьего, и последующих. И причем, уважаемый победитель первого задания, мой первый герой, Кто вам сказал, что на этом, в общем-то, ваша миссия выполнена? Вы можете продолжать зарабатывать при помощи своего ума и своих способностей. Это удивительное интеллектуальное шоу, в котором вас никто в количестве появлений не ограничивает. Более того, это ваша возможность пополнить свое материальное благосостояние прямо сейчас. Так зачем же эту возможность упускать? Не нужно. Я вас слушаю. Пожалуйста, поделитесь со мной, что за слово вы отыскали, двигаясь по линиям. Здравствуйте. Слово улика. Улика. Вы уверены, что вы от первой до последней буквы двигались по линиям? Я вижу только часть слова. Это не приведет вас к победе. Смотрите. Ул. А буква И где у нас находится? Если нет линии от буквы Л к букве И, значит, вам туда двигаться и не нужно. Значит, это путь в никуда. Он не приведет вас к победе. А зачем вы туда пошли? Просто так? Ну, зря, напрасно. Напрасно. Пересмотрите свое отношение, попробуйте поработать как-то по-другому. И пора уже вам здесь появляться. Пора уже вам здесь появиться и порадовать меня своим победным вариантом. Думайте, работайте. Анализируйте, рассуждайте. Перепроверяйте любые ваши варианты. Я понимаю, что задание сложное. Я понимаю, что справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, что уже пора вам здесь появиться. Я хотела бы услышать именно ваш голос. Поэтому, где бы вы сейчас не были, чем бы вы сейчас не занимались, отложите в сторону ваши домашние дела. Отвлекитесь от ваших привычных дел и обязанностей. Сосредоточьтесь на данном буквенном клубке. Попробуйте, пожалуйста, двигаться строго по линиям, при этом никуда не перепрыгивать и не перескакивать. Тому, кто сейчас отыщет и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить уже 10,5 тысяч рублей. На полторы тысячи рублей я увеличила сумму вашего вознаграждения, потому что вы достойны большего. Вы так стараетесь, вы так настроены на победу, что я не могу это не оценить по достоинству. Конечно же, я отметила ваши заслуги. Но теперь вы должны быть более яркими. Как можно ярче появляться здесь в прямом эфире, ярче и чаще. То есть прямо врываться в прямой эфир и радовать меня своими победными версиями. Что за слово вам удалось уже здесь распутать? Именно распутать. Потому что сложность данного задания заключается в том, что не всегда вы терпеливы. Терпение – это основное качество моего второго победителя. Только двигаясь от буквы к букве, только двигаясь строго по линиям, у вас должно получиться читаемое слово. Если слово не удается отыскать с первого раза, то вот здесь нужно просто покидать букву, с которой вы трудились, и перемещаться к следующей букве и пробовать работать с ней. С ней двигаться точно так же по линиям, и, возможно, тогда у вас получится читаемая версия от начала до конца. Если все в порядке, если вы отыскали победный вариант, чего нужно вам ждать? Я не понимаю. Вообще ничего ждать не нужно. Нужно немедленно набирать номер телефона прямого эфира. Тем более, что все номера всегда указаны внизу на экране. Это сделано умышленно для того, чтобы вам было удобно становиться богаче. Вы можете сейчас стать богаче. Вы можете сейчас заработать достойнейшее вознаграждение. Главное вам решиться и появиться здесь незамедлительно. Думайте, трудитесь, перепроверяйте любые ваши варианты и не бойтесь ошибиться. Количество ваших появлений здесь, в прямом эфире, никем и ничем не ограничено. Никто не запрещает вам появляться здесь столько раз, сколько вы посчитаете нужным. Главное быть действенным, главное быть настойчивым, главное уже как можно быстрее разбираться с данным заданием. К тому, как где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы можете отложить в сторону ваши домашние дела и заботы. Но ваша основная задача – это стать богаче прямо сейчас. Ваша основная задача – появиться здесь как можно быстрее. Я настаиваю на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте, это Колым. Колым? Ну, к сожалению, увы и А. Часть слова, смотрите, даже часть слова я не вижу. От буквы К к букве А сразу решили перебраться через букву У. Нельзя так делать. Не нужно составлять слова. Даже если слово будет какое-то длинное, необыкновенное, но это явно не будет победной версией. Вот в чем проблема. Давайте немножечко с вами пофантазируем. Вот представьте, пожалуйста, что этот буквенный клубок похож на обыкновенный клубок шерстяных ниток. И для того, чтобы распутать клубок шерстяных ниток, что вы делаете? Вы берете и тянете за ниточку. И таким образом тянете, и у вас распутывается клубочек. Ниточка становится длиннее, при этом она ведь не разрывается. Вот и здесь то же самое. Вы выбрали какую-то букву и потянули за нее. Следом зацепилась другая буква, потом третья, четвертая. И у вас получилось какое-то слово. Слово должно быть цельным. Нигде ничего разрываться не должно. Потому что если где-то есть разрыв, это уже не победный вариант. Это уже версия меня не устроит. И поэтому следует приспокойненько оставить частично найденное слово. И, возможно, поработать с какой-то другой буквой. А можете работать с этой же буквой, только, в общем-то, сделав несколько шагов назад, пересмотрев направление своего движения, может быть, отправиться в другую сторону. Тогда, тогда вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. И не бойтесь ошибиться. Количество ваших появлений здесь, в прямом эфире, никем и ничем не ограничено. Никто не запрещает вам стать богаче. Никто. Я не запрещаю. Я, наоборот, желаю вам удачи. Я желаю вам, чтобы вы уже здесь появились и озвучили мне победное слово. Я желаю, чтобы данная награда в размере 10,5 тысяч рублей переместилась к вам в кошелек. Но если наши желания совпадают, почему здесь тишина? Почему я не слышу вашего прекрасного голоса, который расскажет мне эту самую победную версию? Ведь для вас я сегодня приготовила множество разных интересных головоломок. Но пока они еще там припрятаны у меня до подходящего момента, пока их время еще не пришло, вы еще не решили данную головоломку, вы еще не разобрались с этим буквенным клубком. И поэтому наши головоломки ждут своего заветного часа. Тем более, что каждое последующее задание повышается в степени сложности. Но и повышается финансово. Но не надо, подчеркиваю, ждать следующего задания. Вы же можете становиться победителем и в данной буквенной клубке, и в следующей головоломке. И делать это столько раз, сколько считаете нужным. Я даже буду очень рада тому, что у меня, например, появится победитель первого задания, и сейчас станет победителем. А представляете, насколько его будет радость. Он будет вдвойне счастлив. Это же необыкновенное событие. Это, как говорится, дважды в одну лунку попасть. Это удивительное событие. Но все возможно. В моем интеллектуальном шоу возможно абсолютно все. Потому что вы являетесь режиссерами, вы являетесь творцами моего шоу. И только вам решать, когда и насколько становиться богаче. Я уверена, что уже пора. Но уже пора стать вам богаче. Приложите свои усилия. Подумайте, поработайте. Порассуждайте, поразмышляйте. Убедитесь, что все у вас получится. Я почему-то в вас нисколько не сомневаюсь. Я почему-то в вас уверена. Я знаю точно, что вы справитесь с моим заданием. Я знаю точно, что вы придете к победе. У меня есть такое подозрение. Я как-то вот очень даже так уверена, что именно вы достигнете победного результата. Потому что где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы молодцы, вы стараетесь, вы проявляете себя. Да, еще не прозвучало победной версии. Но при этом сколько интереснейших других версий уже было. И первое задание, с которым вы справились, тоже позади. Поэтому сейчас вам нужно собраться и появиться уже как можно быстрее. Как же вам поработать? О чем вы сейчас думаете? Отбросьте все плохие мысли. Настройте себя только на победу. И пытайтесь разбираться с данным буквенным клубком. Работайте с каждой буквой, трудитесь с каждой буквой методом исключения. Решите, какая буква должна быть первой. Какая буква должна быть заглавной. Решили и начинайте от нее перемещаться. Но не забывайте, что эти линии находятся здесь для того, чтобы вы двигались строго по ним. Перескакивать нельзя, перепрыгивать тоже. Это не приведет вас к победе. Если все понятно, если вы понимаете, как стать победителем моего интеллектуального шоу, приступайте немедленно. Не ждите никаких подходящих моментов. Набирайте короткий номер 0948. Если вы живете в России, если вы живете в Казахстане, набирайте 3698. Если вы живете в Армении, набирайте номер телефона 090701. Проживайте в какой-то другой части мира, набирайте, пожалуйста, длинный номер телефона. Главное, чтобы вы уже прямо сейчас здесь появились. Чтобы прямо сейчас вы разобрались с данным заданием. Чтобы вы уже справились. Потому что где бы вы ни были, чем бы вы ни занимались, вы можете стать победителем моего интеллектуального шоу. И я очень рассчитываю на то, что вы справитесь с данным заданием. И действительно станете моим победителем. Я надеюсь на вас. Но решать вам, когда и насколько становиться богаче. Пока здесь тишина. Пока еще я вашего голоса не слышала. Видимо, буду ждать. И надеяться на то, что все-таки вы соберетесь и решитесь появиться здесь. Здесь и сейчас. Действуйте, поймите, что вы должны уже справиться с данным заданием. Но уже достаточное количество времени прошло. Да, вы пытаетесь. Да, звучат версии. Но победной версии не было. Это значит, что пока, видимо, вы еще не выяснили, с какой буквой вам следует поработать. Если вы трудились до этого с согласной, попробуйте поставить в качестве заглавной буквы гласную. Может быть, тогда у вас все получится. Пытайтесь, ищите хоть какой-нибудь вариант. Я вас слушаю. Что за вариант вам удалось здесь отыскать? Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас здесь слово умывальник. Действительно! Действительно, все правильно. Вы распутали мой внутренний клубок. Это слово умывальник. Как вас зовут? Бирюк. Очень приятно. Вы становитесь моим вторым победителем. Откуда вы? Рязань. В город Рязань отправляется 10,5 тысяч рублей. После программы с вами спяжут и расскажут, как данная награда окажется у вас. Ну, а я перехожу к третьему заданию, которое, внимание, появилось на вашем экране. Вы видите буквенное табло, в котором я спрятала 5 слов. Тому, кто отыщет и назовет хотя бы одно слово, я готова вручить 12 тысяч рублей. 12 тысяч рублей – это только начало, потому что здесь находится в данном буквенном табло целых 5 слов. Поэтому, если вы потрудитесь более усердно и назовете мне в прямом эфире 2 слова, то я вручу на тысячу рублей больше. Если озвучите мне 3 слова, то заработайте на 2 тысячи рублей больше. Ну, а если озвучите 4 слова, соответственно, на 3 тысячи рублей больше заработайте. Но если все 5 версий прозвучат здесь в прямом эфире, то дополнительно 4 тысячи рублей окажутся у вас в кармане. Но все слова искать не следует. Почему? Да потому что за любое найденное слово вы гарантированно уже заработаете 12 тысяч рублей. Как говорится, лучше синиться в руках, чем журавль в небе, согласитесь. Поэтому, если вы, например, что-то отыскали, и встал вопрос, продолжить ли поиски или появиться в прямом эфире, то я рекомендовала вам незамедлительно появиться в прямом эфире. Но как же искать? Как же искать те самые заветные слова? Слова здесь вписаны необычным способом. Их нельзя прочитать слева направо, так как мы привыкли это делать в обыденной жизни. Их нельзя прочитать сверху вниз по принципу сканворда или кроссворда. Также ничего не получится. Слова здесь расположены по принципу змейки. Принцип змейки заключается в том, что они поворачиваются под прямым углом. То есть слова могут поворачиваться только под прямым углом, но двигаться по диагонали они не могут. Для того, чтобы правильно отыскать победный вариант, вам нужно понять, какая буква должна быть впереди. Вы определяете некую букву и начинаете совершать от нее перемещение, начинаете от нее шагать. Шагать вы можете вверх, вниз, вправо или влево. Шаг по диагонали не приводит вас к победе. Вот такая вот непростая задача. Но я думаю, что вы с ней непременно справитесь. Ведь вы внимательные. И если вам удалось уже что-то вдруг, ну мало ли вдруг уже удалось отыскать, соблюдая принцип змейки, поделитесь этим со мной в прямом эфире. Появитесь здесь и мне об этом расскажите. Расскажите, какое слово вы отыскали. А может быть, вы отыскали не одно слово, а несколько слов. Конечно же, зачем тогда скрывать эту приятную информацию, которая позволит вам заработать еще больше денег? Нужно поделиться ей со мной в прямом эфире точно так же. Все номера телефона всегда находятся здесь, внизу на экране, чтобы вам было максимально комфортно и удобно зарабатывать в моем интеллектуальном шоу. Они простые. Для того, чтобы появиться здесь, вам нужно взять в руки мобильный телефон и набрать соответствующий вашему географическому местоположению тот или иной номер. Ну, например, если вы являетесь жителем России, ваш номер телефона 0-9-48. Живете в Казахстане, ваш номер телефона 36-98. Для жителей Армении номер телефона несколько другой. 0-9-0-70-0-1. А также есть самый длинный номер телефона. Его следует набирать только тогда, когда вы находитесь за пределами Российской Федерации, где-то в каких-то других частях света, мира, в какой-то другой стране. Но сделать это нужно как можно быстрее, чтобы вы стали богаче. Подумайте, поработайте и появляйтесь здесь как можно быстрее. Ищите, ищите, что за слово или слова скрываются в данном буквенном табло. Может быть, вы сразу же отыщите несколько вариантов, и это будет прекрасно. Я в вашей эрудиции не сомневаюсь. Я видела, как вы разобрались с двумя предыдущими головоломками. Вы справились быстро и стремительно. Вы молодцы. Вы когда хотите, вы прикладываете такие усилия, что сомнений никаких не возникает, что именно вы являетесь моим победителем. Вот и прямо сейчас подумайте, вглядитесь, какая буква должна быть в качестве заглавной, в качестве приоритетной. Выбрали какую-то букву и начинаете от нее перемещаться. Двигайтесь строго по горизонтали и по вертикали. И если все получилось, если вам удалось отыскать победный вариант, я жду вас здесь в прямом эфире. Но поймите, что бесконечно ждать я вас не могу, потому что это все-таки прямой эфир. И даже если бы я очень захотела, я ничего не могу сделать. Я не могу ускорить ваше появление. Надеюсь только на вас, только на вашу логику и на вашу настойчивость. Настойчивость, уж поверьте, вам здесь пригодится. Потому что, может быть, так получится, что с первого раза не удастся вам отыскать победного варианта. С первого раза не получится, наверное, получится со второго раза. Пытайтесь, работайте. Кстати, о длине моих слов. Никаких коротких версий. Ваш вариант должен содержать 8, 9, 10, либо 11 букв. Вот так вот. То есть если ваши слова совсем короткие, даже если они найдены по принципу змейки, вы, конечно, молодец. Вы можете со мной поделиться этим вариантом, но просто уже знайте для себя, что это явно непобедный вариант. Опять количество появлений здесь никто не ограничивает. То есть если слово прозвучало, и оно не является победным, ничего страшного в этом нет. Вновь и вновь вы можете приступать к работе, потому что букв здесь много, и брать за основу какую-то другую букву. Работали в верхней части буквенного табло? Попробуйте поработать в середине, попробуйте поработать в нижней части. Пытайтесь с правой стороны, с левой стороны, сверху, вниз, сбоку, в центре поищите. Подумайте, потрудитесь, и ваша задача справится как можно быстрее. И, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, вы добьетесь победы. Я вас слушаю, пожалуйста, в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Слово лисенок. К сожалению, ваш вариант не является победным. Слово только частично вами найдено. А я не готова за частично найденные варианты вручать вам награду. Думайте, пожалуйста, думайте внимательно. Хотя слово, конечно, длинное, то есть вы меня услышали, но это не ответ, это не победная версия. Еще жду каких-то других вариантов. Следите за тем, чтобы ваше слово читалось по принципу змейки, чтобы вы, двигаясь от буквы к букве, никуда не перепрыгивали и не перескакивали. Конечно, в двух предыдущих заданиях было гораздо проще. В первом задании был набор букв, в котором вам нужно было просто брать и составлять слова. Здесь, казалось бы, тоже буквы расположены близко, но это не набор букв. Я вас сразу об этом предупреждаю. Здесь никакие, в общем-то, составлять слова не нужно. Ничего вы здесь не составляете. Слова уже за вас составлены и вписаны в глубину данного буквенного табло. И ваша задача отыскать победную версию, найти хотя бы одно из пяти слов, слов пять. То есть возможность того, что вы станете богаче, возможность того, что вы заработаете достойное вознаграждение, повышается как минимум пять раз. Только вы решаете, когда и насколько вам становиться богаче. Но я советую вам поторопиться и прямо сейчас уже появиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите, что здесь прочитали. Алло, по-моему, тут селезенка. Селезенка. Давайте разбираться. Вот вижу, к сожалению, даже и часть слова-то отыскать не могу. Сел и что? А дальше почему селезенка? Да, там селезе можно найти даже. Но опять-таки, понимаете, часть слова. В одной стороне одна буква, в другой стороне другая буква. Нельзя ничего досоставлять. Мне не интересуют частично найденные варианты. И я вам не советую появляться в прямом эфире, если вы сами понимаете, сами видите, что слово найдено только наполовину. Но вы же можете определить. Вы же можете провести самоконтроль. Вы же можете попробовать сами пройтись от буквы к букве. Если понимаете, что слово «отдвигаясь от буквы к букве» не читается целиком, значит, ваша версия не победная. Потому что я жду здесь исключительно победителя. Того победителя, который озвучит мне победную версию. Как он прочитал слово от начала до конца. Это очень сложно, но возможно. И именно вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Я на вас настаиваю. Я настаиваю, чтобы именно вы здесь появились. И не нужно ждать какого-то подходящего момента. Не нужно ничего ждать и не нужно ничего бояться. Нужно появляться здесь и сейчас. Нужно думать, рассуждать и радовать меня своими активными действиями. Потому что где бы вы сейчас не были, чем бы вы сейчас не занимались, приложите, пожалуйста, усилия. Постарайтесь. Поанализируйте. Подумайте. Попробуйте поработать. И расскажите мне, каким образом именно вы справились с данной наградой. Да, не просто справиться с данным заданием. Но если очень захотеть, если приложить усилия, то, конечно же, у вас все получится. То, конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Трудитесь, трудитесь, не покладая рук. Ищите, что за слово можно прочитать. Я вас уверяю, что что-то здесь точно найдется. Главное – поработать. Главное – подумать. Надеюсь на вас, надеюсь на то, что вы справитесь. И произойдет это прямо сейчас. Потому что я не хочу слишком много времени проводить рядом с этим гигантским буквенным табло. Возможно, вы еще сумеете с ним разобраться так быстро, что здесь появится ни одна, ни две, ни три головоломки. Я в вас верю. Я верю в ваше желание стать богаче. Я поддерживаю вас в этом желании. Я поддерживаю вас во всех начинаниях. Так начинайте же становиться богатым прямо сейчас. Набирайте номер телефона прямого эфира и озвучивайте мне слово, которое вы отыскали, соблюдая принцип змейки. Подумайте, как вам поработать. Все номера телефона всегда находятся здесь, перед вашим лицом, перед вашими глазами. Я вас слушаю. Что за слово отыскали? Я думаю, что это слово «колокол». «Колокол». Давайте вместе разбираться, есть ли здесь такое слово. Да, вот я вижу, смотрите, «коло», а дальше нет. Дальше вы уже подумали, что неплохо бы использовать вот эти два слога и добавить к ним еще несколько букв для того, чтобы получилось слово «колокол». Но это не приводит вас к победе. Вот в чем проблема. Хоть большое количество букв добавляйте, вы не станете от этого богаче, вы не станете от этого победителем моего интеллектуального шоу. Приступайте немедленно к выполнению данного задания. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Никто за вас вашу работу выполнить не сможет. Только вы и никто другой можете стать тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, думайте, работайте. Перепроверяйте любые ваши варианты и не бойтесь ошибиться. Задания сложные, но справиться с ним точно получится. И именно вы станете тем самым заветным победителем, которого я так долго жду. Я надеюсь на вас. Я надеюсь на то, что вы сможете, вы разберетесь. Потому что где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, вы достойны стать победителем моего интеллектуального шоу. И, безусловно, именно вы станете, а не кто-то другой. Я рассчитываю на то, что все у вас получится. Я рассчитываю на то, что именно вы придете к победе. Не нужно терять времени, нужно собраться. Нужно быть максимально собранным и настойчивым. Пожалуйста, перепроверяйте любые ваши варианты. Двигайтесь строго от буквы к букве. Никуда, пожалуйста, не перепрыгивайте и не перескакивайте. Следите за тем, чтобы именно у вас получилась читаемая версия от начала до конца. Это очень важно. Для меня лично это имеет огромное значение, чтобы прямо сейчас у меня уже здесь появился мой победитель. Я вас слушаю. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте. У вас есть слово-бассейн. Нет здесь такого слова. Целиком увидеть его я не могу. А частично составить можно. Но нельзя составлять слова. Составлять слова вам нужно было в первом задании. Вот там я всегда была рада вашим составленным вариантам. А здесь не рада. А здесь я жду исключительно победной версии, которую можно отыскать. А это, в общем-то, противоположный путь ваших действий. Попробуйте найти. Зачем составлять, когда можно просто найти? Ведь слова уже за вас составлены. Осталось только вглядеться в данное буквенное табло. И пытаться двигаться от буквы к букве. И, конечно же, у вас все получится. И, конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думайте, работайте, перепроверяйте любые ваши варианты. Не нужно бояться ошибиться. У вас все получится. Именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думать вам, решать вам, когда и насколько становиться богаче. Но мне кажется, уже пора. Уже пора справиться с этим заданием. Приступайте немедленно. Решайте, какая буква должна быть в качестве первой. И совершайте от нее грамотные перемещения. Двигайтесь строго от буквы к букве. При этом, пожалуйста, будьте внимательны. И никуда не перепрыгивайте. И никуда не перескакивайте. Решайте, рассуждайте, размышляйте и радуйте меня своими активными действиями. Я настаиваю на том, чтобы именно вы стали победителем. Я вас слушаю. Пожалуйста, ваше слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Слово мое – Дубрава. 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 К сожалению, нет. Тоже длинный вариант. Но часть вижу. Смотрите. Дубра. А дальше. Последнего слога не хватило. Не хватило. Все-таки вам чуть-чуть терпения. Стало жаль расслабаться с частично найденным словом. Потому что так много потрудились, так много поработали. Не надо себя жалеть. Вот поверьте мне. Это благо, если вы оставите частично найденное слово и поработаете с какой-то другой буквой. Потому как только за победную версию, только за слово, которое вы отыщите от начала до конца, я смогу вручить награду в размере 12 тысяч рублей. Но имейте в виду, это только начало. Вы можете заработать больше. Вы сами себе ставите цели, сами себе ставите планку, сколько вы хотите зарабатывать. Хотите зарабатывать на тысячу рублей больше – находите дополнительное слово. Хотите на две тысячи рублей больше – находите два дополнительных слова. И так далее. Вы можете все пять слов озвучить мне в прямом эфире, и сумма награды возрастет на 4 тысячи рублей. Ведь это только вам решать, лично вам, когда и насколько становиться богаче. И, конечно же, я рекомендую вам, чтобы вы появились здесь незамедлительно. Я настаиваю на том, чтобы вы с данным заданием справились прямо сейчас. Решите, какое слово можно здесь отыскать. Что-то же удалось вам уже найти. Я уверена, что удалось. Я уверена, что вы с данным заданием уже справились. Если вы справились, значит, именно вы и есть тот самый победитель, которого я так долго жду. Работайте, рассуждайте, перепроверяйте любые ваши варианты. И, пожалуйста, не бойтесь ошибиться. Сложно, но можно стать богаче. И можно стать моим победителем. И, безусловно, вы им станете. Приступайте к выполнению данного задания немедленно. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Нужно быть настойчивым, нужно быть деятельным, нужно действовать, нужно двигаться строго от буквы к букве, при этом никуда не перепрыгивая и не перескакивая. Размышляйте, рассуждайте, анализируйте и появляйтесь здесь как можно быстрее. Я жду вас здесь в прямом эфире и полагаю, что вы уже должны справиться. Надеюсь на вас. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло, это Баронесса. Баронесса, вы так думаете? Замечательное слово, такое интересное. Но, опять-таки, вами составленное. Нет, не могу я вручить вам награду, даже если мне ваша версия нравится просто потому, что она красивая. Я здесь также работаю согласно определенным правилам. То есть я эти правила и хранительница этих правил и ваших денег. Я слежу за тем, чтобы вы, появляясь в прямом эфире, все-таки решились уже наконец и озвучили мне слово. Хотя бы одно из пяти слов победных. Я ведь не настаиваю на том, чтобы все пять слов звучали здесь в прямом эфире. Мне достаточно одной версии. Проявите себя, будьте настойчивым, сумейте справиться вот с этой ленностью, которая, возможно, вас сейчас одолевает, потому что вечер, вы утомились, понедельник. Но никто за вас богаче не станет. Никто за вас не наберет несколько цифр на мобильном телефоне. Только вы. Только вы можете стать богаче. Но для этого вам нужно собраться и появиться здесь в прямом эфире. Потому что если вы будете сомневаться в себе, если вы будете неуверены в себе, вы никогда богаче не станете. Это точно. Вы упустите возможность. Поэтому не нужно, в общем-то, сомневаться в себе. Нужно быть максимально настойчивым. Нужно быть действенным. Я жду вас в прямом эфире. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите. Алло. Здравствуйте, это слово колония. Нет, это не слово колонии. Какое-то другое слово здесь. Тому, кто сейчас найдет и назовет мне победный вариант ответа, я готова вручить 13,5 тысяч рублей. Но полторы тысячи рублей я еще увеличила сумму вашего заработка. И это только начало. Не забывайте, что если вы отыщете дополнительное слово, то вы заработаете еще тысячу рублей. Два слова – две тысячи рублей. Три слова – три тысячи рублей. Четыре слова – четыре тысячи рублей. Все в ваших руках. Трудитесь. Чего сейчас вы ждете? О чем вы сейчас, в общем-то, рассуждаете и размышляете, когда надо быть, в общем-то, настолько настойчивым, настолько быстрым, прытким, чтобы успеть заработать достойнейшую награду? Давайте справимся с данным заданием хотя бы частично. Хотя бы одно слово назовите мне в прямом эфире. Попробуйте. Вы ничего не теряете. Вы сможете заработать прямо сейчас 13,5 тысяч рублей, если только решитесь появиться и рассказать мне победный вариант. Конечно, если вы будете оставаться в стороне, если вы будете сомневаться в себе, если вы будете думать, рассуждать, размышлять, и так и не решитесь набрать номер телефона прямого эфира, вы останетесь ни с чем. А мне бы этого совсем не хотелось. Мне бы хотелось, чтобы вы уже справились, чтобы вы уже разобрались и появились здесь как можно быстрее. Трудитесь, думайте, работайте. Радуйте меня своими активными действиями. Где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, именно вы можете стать тем самым богатым и достойным человеком. И, конечно же, вы им станете. И, конечно же, именно вы заработаете достойнейшую награду. Решайте, какое слово здесь скрывается. Вперед к победе! Ну, о чем вы думаете? Пять слов! А я прошу от вас всего лишь навсего только одного слова. Я не прошу, чтобы вы озвучивали мне в прямом эфире большое количество слов. Назовите хотя бы одно из пяти слов и заработайте достойнейшую награду прямо сейчас. Трудитесь, размышляйте, рассуждайте и радуйте меня своими активными действиями. Я понимаю, что задание сложное, я понимаю, что справиться с ним непросто. Но если очень захотеть, конечно же, у вас все получится. Конечно же, именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думаем, думаем, перепроверяем любые ваши варианты. И, пожалуйста, не бойтесь ошибиться. Задание сложное, но можно с ним справиться, если очень захотеть. Если постараться, если приложить усилия. Думайте, трудитесь и двигайтесь строго от буквы к букве. Принцип змейки. Именно он позволит вам сейчас заработать 13,5 тысяч рублей. Или не заработать, если вы найдете частично слово. А потом додумайте и достроите. Вы останетесь ни с чем, если вы будете составлять слова. А вот если начнете следовать условиям моего задания, если будете работать, двигаясь от буквы к букве, при этом никуда не перепрыгивая и не перескакивая, тогда вы заработаете достойнейшее вознаграждение. Тогда, появившись в прямом эфире, мне ничего не останется, как только вручить вам награду в размере 13,5 тысяч рублей. Это как минимум. Не забывайте, что есть еще возможность у вас, так сказать, взять дополнительную работу. Проделав дополнительную работу, получить дополнительный заработок. За каждое вновь найденное слово вы сумеете заработать еще тысячу рублей. Дополнительно находите хотя бы одно слово, зарабатывайте тысячу. Два, две тысячи, три, соответственно, три тысячи. Ну а если четыре слова отыщите, то заработайте четыре тысячи рублей. Поэтому трудитесь сейчас. Сейчас, а не потом. Вообще, оставлять на завтра – это неблагодарное дело. Вы упустите возможность. Ваша жизнь, так же, как и моя, состоит из возможностей. И только мы сами решаем, эти возможности упущенные или реализованные. Думайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, расскажите, какое слово вы отыскали. Здравствуйте, слово линолеум. Линолеум, вы точно его нашли, вы уверены? Интересное слово, но часть вашего линолеума, кусочек линолеума я вижу, а остальное уже начали дергать из разной части нашего буквенного табло. И сверху букву взяли из середины, из нижней части буквенного табло. И начали уже смешивать. Поверьте мне, буквенный микс надо было делать в первом задании. Здесь уже совершенно другая цель. Ваша цель – отыскать хотя бы одно из пяти слов. То есть вариантов того, что вы станете победителем, ну, как минимум пять. В общем-то, решайте сами. Думайте сами, когда и на сколько вам становиться богаче. Но я требую, я настаиваю на том, чтобы это произошло как можно скорее. Чтобы прямо сейчас вы здесь появились и рассказали мне победный вариант. Что за слово вам удалось здесь прочитать? А может быть, не одно, а может быть, несколько слов вы смогли прочесть. И это замечательно, и это прекрасно. Главное, чтобы прямо сейчас вы уже здесь появились и поделились со мной вашей версией. Я жду вас в прямом эфире. Я настаиваю на том, чтобы вы с данным заданием справились. Справиться нужно мгновенно. Здесь и сейчас действуйте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло. Да. А может быть, это кинолог? Кинолог. К сожалению, не может быть кинолога здесь. Мне очень жаль, но ваша версия также не является победной. Хотя я надеюсь, что все-таки ваш голос появится через некоторое время и озвучит мне какое-то другое слово. Вы, конечно, молодцы, что пытаетесь искать длинные варианты. Вы правильно это делаете. Я поняла, что вы все-таки услышали направляющие и следуйте им. Но поймите, задача ведь не просто составить длинные слова, а найти слова. Потом какой смысл вам трудиться? Зачем вам делать, выполнять чужую работу? Работа за вас уже это выполнена. У вас другая миссия. Ваша миссия отправиться на поиски и выяснить, что за слова скрываются в данном буквенном табло. Причем мне достаточно лишь одного слова, которое вы произнесете. Если оно будет действительно победным, то я награжу вас 13,5 тысячами рублей. Втумайтесь. Вы мне одно слово, а я вам такую достойную награду. Кто еще, когда еще предлагал вам за одно единственное слово 13,5 тысяч рублей? Вот слова действительно на вес золота в моем интеллектуальном шоу. В прямом смысле этого слова. Поэтому, конечно же, нельзя ими разбрасываться. Нужно делиться только со мной, найденными здесь вариантами, и зарабатывать достойнейшую награду. Пополните свой бюджет. Понедельник, рабочая неделя. А у вас она начинается вот так вот, с такого достойнейшего вознаграждения. Сразу хоп, и заработали 13,5 тысяч рублей. И тогда уже, в общем-то, самооценочка будет совершенно другой. Если она до этого была пониженная, то я думаю, что сейчас у вас уже будет, ого-го, повышенная самооценка. Но решать вам я только стимулирую вас, понимаете? Я же не могу за вас выполнить вашу работу. Я не могу за вас отыскать слова здесь. Не могу за вас набрать номер телефона прямого эфира на вашем мобильнике. Нет, это вы должны делать, это ваш труд. Конечно, если вы этого не хотите, никто никогда вас не заставит. Но мне кажется, это просто некий элемент вашего стеснения. Вы стесняетесь услышать свой голос в телевизоре. Вам неудобно. Вам кажется, что, ну, это, наверное, для кого-то другого. Я, ну, что я? Я простой житель села, или я простой житель мегаполиса. Я живу всего лишь навсего в центре города. Что я могу? Да вы всё можете, и мне не важно, где вы живёте и чем вы сейчас занимаетесь. Мне не интересует ваше образование, мне не интересует ваш возраст, мне не интересует, в общем-то, вообще ничего, за исключением вашего интеллектуального желания, за исключением вашего интеллекта. Если вы способны справиться с данным заданием, значит, вы способны заработать достойнейшую награду. И награда отправится к вам независимо от того, где вы живёте. Нас не напугает, если вы живете слишком далеко, где-нибудь на Крайнем Севере или на Дальнем Востоке. Представители программы в любом случае передадут вам данную награду. Не переживайте. Главное, чтобы ваш голос уже сейчас появился в прямом эфире и озвучил мне победное слово. Это очень важно. Вы можете не говорить, как вас зовут, вы можете не говорить, откуда вы. Пусть это будет некой интригой. Главное, чтобы слово было победным. Я вас слушаю, что за слово вы здесь отыскали. Говорите, алло. Алло. Да. Это Барбарис. Барбарис. Ну, такое хорошее слово, но только явно составлено. Смотрите, барб. А дальше? Дальше уже вас, в общем-то, так сказать, решили поблуждать по нашему буквенному табло, отправиться на поиски остальных букв для того, чтобы составить данное слово. Не надо этого делать. Это неразумно. Это к победе вас не приведет. Подумайте. И потом соберитесь. У нас очень мало времени. Программа заканчивается. Я вас предупреждала. Эфир не бесконечен. Поэтому прямо сейчас вам нужно приступить немедленно к выполнению данного задания. Я вас слушаю, пожалуйста, какое слово отыскали, соблюдая принцип змейки. Говорите, алло. Алло. Здравствуйте, мое слово солонка. Нет здесь такого слова. Это не слово солонка. Тому, кто сейчас найдет и назовет мне любое из пяти слов, я готова вручить уже 16 тысяч рублей. Вот так вот на 2,5 тысячи рублей я увеличила сумму вашего вознаграждения. А все для того, чтобы вы решились появиться здесь и стать богаче. А ведь это только начало. Никто не отменял дополнительных бонусов в виде дополнительно найденного слова в размере тысячи рублей. То есть за каждое дополнительно найденное слово вы получаете еще тысячу рублей. То есть вы дополнительно, если захотите, можете заработать 4 тысячи, если все 4 слова найдете. Если найдете 3 слова, 3, 2, 2 тысячи. Ну и, соответственно, одно слово тысячу рублей. Но мне не важно, и я не настаиваю на том, чтобы вы искали все 5 победных версий. Более того, я даже это не рекомендую делать. Потому как пока вы ищете здесь все 5 победных вариантов, здесь появится тот, кто найдет всего лишь навсего одно победное слово, решится, появится в прямом эфире и озвучит его. И какова же будет ваша досада и обида, если это будет такое же слово, которое и вы хотели озвучить? Но не правда ли обидно? Зачем позволять кому-то другому становиться богаче? Если вы сами хотите, так приступайте немедленно. Не ждите никого, не ждите каких-то подходящих мгновений. Вы можете упустить эту возможность. Программа закончится, задание аннулируется, награда исчезнет. И никто не станет победителем. Мне бы этого не хотелось. Я бы очень хотела, чтобы вы все-таки успели. Да, вы молодцы. Я не могу сказать, что вы сегодня бездействовали. Нет, вы чрезвычайно активная эрудированная публика. И мне приятно с вами работать. Два задания, с которыми вы справились прекрасно, они уже позади. Два героя у меня есть, но мне мало этого. Мне мало, я хочу третьего героя. А может быть, даже четвертого, если вы будете активны. А может быть, тот самый третий герой и заработает, в общем-то, все деньги мира, справившись полностью с данным заданием, и все пять слов озвучит. И тем только порадует меня, потому как мне совершенно не жаль расставаться с данной наградой. Более того, я очень хотела бы вам ее передать, если вы только мне это позволите. Все зависит от вас. Я не могу сейчас взять вашу руку и сказать, так, берем в руки мобильный телефон и набираем номер. Я здесь, а вы по ту сторону экрана. Но вы можете оказаться здесь в прямом эфире. Я вас слушаю. Пожалуйста, расскажите мне, какое слово отыскали. Здравствуйте. Да. У вас здесь слово Олимпиада. Нет здесь слова Олимпиада, расположенного во принципу змейки. Нет. Вы игнорируете условия задания. Зачем? Программа заканчивается, а я продолжаю вам их напоминать. Хорошо, я напомню для тех, кто присоединился к нам не так давно. Перед вами большое буквенное табло. И внутри данного буквенного табло спрятаны пять слов. Они есть, они в наличии. Но просто они расположены непривычным для вас способом. Нельзя их прочесть, соблюдая, в общем-то, обычное правило чтения слева направо. Нельзя прочитать их сверху вниз. Это не приведет вас к победе. Вы можете прочитать данные слова, двигаясь строго от буквы к букве, при этом никуда не перепрыгивая и не перескакивая. И если вам удалось справиться с данным заданием, если слово найдено по принципу «змейки», то есть вы действительно прочитали победную версию, тогда добро пожаловать ко мне в прямой эфир. Но если вы не знаете победного варианта, я не советую занимать номер телефона прямого эфира. Я советую вам воздержаться, остаться в стороне и, в общем-то, подождать какого-то более подходящего момента, на ваш взгляд. Может быть, в следующей программе. Здесь я жду исключительно победителя, того, кто мне озвучит хотя бы одно из пяти слов. Если вы отыскали одно из пяти слов, значит, вы и есть мой победитель. Значит, пора вам здесь оказаться. Пора. Приступайте немедленно. Думайте, работайте, размышляйте, рассуждайте и появляйтесь здесь незамедлительно. Мне очень интересно, как вам удалось потрудиться, как вам удалось поработать и справиться с данным заданием. Прекрасное буквенное табло. Да, оно большое. Да, найти здесь победную версию не так-то просто. Но если очень захотеть, то все получится. Если очень захотеть, у вас обязательно все сложится. Только двигайтесь к намеченной цели. Определите, пожалуйста, какая буква должна быть в качестве заглавной и начинайте от нее двигаться строго либо вверх, либо вниз, либо вправо, либо влево. Никто не заставляет вас бросать все дела и, в общем-то, так сказать, весь вечер выполнять данное задание. Программа вот-вот закончится. Остались считанные мгновения. Так и посвятите эти мгновения решению данного задания и успейте заработать 16 тысяч рублей как минимум. А можете и больше заработать. Все зависит от вас. Все зависит от вашей скорости реакции, от ваших интеллектуальных способностей, от вашего терпения. Многими качествами обладает мой победитель. Я уверена, что все вышеперечисленные качества есть у вас. Если это так, почему здесь тишина? Где вы? Где вы появляетесь прямо сейчас? Рассказывайте мне, что за слово вам удалось уже здесь прочитать, соблюдая принцип Змейки. Успейте, потому что программа подходит к завершению. И это прямой эфир. И я даже если бы очень хотела, я не смогла бы увеличить время прямого эфира. Это невозможно. Это не приведет вас к победе. Думайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Здравствуйте. А вот нашла слово ассоциация. Ассоциация. Ну, я рада за вас. Но только вы его не нашли, а составили. Вы меня огорчаете. Я начинаю уже переживать. Я начинаю уже действительно беспокоиться. А успеет ли появиться здесь мой третий победитель? Если вы будете продолжать составлять слова, вы не станете богаче. Давайте пересмотрим свое отношение. Пересмотрите отношение к выполнению данного задания. Не составляйте слова, а именно ищите. Если вы не знаете и не можете найти здесь ни одного из пяти слов, которые скрываются в данном буквенном табло, значит, вам сюда появляться не нужно. Вам не нужно набирать номер телефона прямого эфира. Оставайтесь в стороне, оставайтесь сторонним наблюдателем. А появляться здесь нужно только в том случае, когда у вас уже что-то есть, когда вы уже отыскали хотя бы одно из пяти слов. Нашли? Пожалуйста. Радуйте меня своими активными действиями. Появляйтесь здесь незамедлительно. Думайте, работайте, работайте головой и появляйтесь как можно быстрее. Мне очень важно слышать ваше мнение. Какое слово или слова здесь можно прочитать? Как вам потрудиться? Как вам поработать? Ну, соберитесь же, подумайте, вглядитесь в данное буквенное табло. Ну, почему здесь тишина? Программа заканчивается. Вас не волнует, что данное задание будет аннулировано и данная награда никому не достанется? Я вас слушаю. Ваше слово, пожалуйста, говорите. Алло. Слово «долина». Долина. Почему тут «долина»? Нет. Нет. Какие-то другие слова вам нужно здесь отыскать. В данном буквенном табло вписано пять слов. Все эти пять слов имеют общую тематику. Они как-то взаимосвязаны между собой. Но я не настаиваю на том, чтобы вы искали пять слов. Одно слово меня вполне устроит. Главное, чтобы оно прозвучало уже прямо сейчас. Чтобы прямо сейчас вы мне рассказали победный вариант. Расскажите, что за слово вам удалось отыскать. И как только вы нашли, пожалуйста, будьте любезны, появитесь здесь как можно быстрее. Не теряйте времени. У вас все получится. Именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Думаем, думаем, работаем. Работаем не покладая рук. Вы справитесь. Где бы ни были, чем бы ни занимались, приступайте немедленно к выполнению данного задания. Не ждите, чтобы кто-то это сделал за вас. Никто за вас вашу работу выполнять не будет. Не надо даже на это рассчитывать. Не надо даже на это особенно надеяться. Только вы можете стать богаче. Только вы можете заработать достойнейшие вознаграждения. И, безусловно, вы его заработаете. Но приступайте сейчас. Сейчас. Потому что считанные мгновения остаются до конца программы. Я вот-вот вынуждена буду с вами попрощаться. Как бы прискорбно это ни звучало, но, видимо, придется расстаться мне с вами, только имея двух победителей. А мне хотелось бы, чтобы вы успели. А мне хотелось бы, чтобы именно вы стали тем самым третьим победителем, которого я так долго жду. Но не теряйте же, пожалуйста, времени. Вглядывайтесь в данное буквенное табло. Ищите хотя бы одно из трех слов. Из пяти слов. И появляйтесь здесь как можно быстрее. Решать вам. Я за вас ничего решать не смогу. Думайте, трудитесь. Размышляйте, рассуждайте. И радуйте меня своими активными действиями. Все готово, если вы настаиваете и готовы появиться здесь в прямом эфире. Появляйтесь. Появляйтесь незамедлительно. Не ждите никого и ничего. Просто приступайте к выполнению данного задания. У вас все получится. Вы справитесь. Но сейчас нельзя медлить. Только быстро набирать номер с телефона. Особенно, если уже нашли слово. Хотя бы одно из пяти. И что удалось отыскать? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Мне не важно, какое из пяти слов вы готовы озвучить здесь в прямом эфире. Главное, чтобы вы это сделали сейчас. И не откладывали на завтра то, что можно сделать сегодня. Не надо ждать каких-то подходящих моментов. Потому что в моем интеллектуальном шоу никакого подходящего момента не существует. Действуйте, действуйте, работайте, пожалуйста. Работайте, двигайтесь от буквы к букве. Не теряйте времени, и у вас все получится. Вы справитесь. Не замедлительно приступайте к выполнению данного задания. Это очень важно, чтобы у вас все получилось. Чтобы именно вы стали тем самым победителем, которого я так долго жду. Решайте. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, говорите алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, это не слово колесница. Ну что ж такое-то? Неужели вы так себя не цените? Вы не цените время, которое вы провели рядом с этим огромным буквенным табло? Ведь оно появилось достаточно давно. И вы очень много времени на него потратили. И сейчас, когда остаются считанные мгновения до конца прямого эфира, что мешает вам набрать номер телефона и поделиться найденными вариантами? Но о каком стеснении сейчас может идти речь, когда программа заканчивается, и вас ждет награда в размере 16 тысяч рублей? Может быть, хотя бы ради этого стоит уже побороть это странное качество? Набрать номер телефона и рассказать мне победный вариант. Только помните, что я жду здесь победителя. И я прошу тех, кто не знает, что за слова скрываются в буквенном табло, даже не протягивать руки к мобильному телефону. Оставайтесь сторонним наблюдателем. Не нужно занимать линию прямого эфира. Я берегу ее для победителя, того, кто знает хотя бы одно из пяти слов, которые здесь можно найти. Ну а если вы настолько внимательны, что отыскали два слова, то я увеличу сумму вашей награды еще на тысячу рублей. Найдете три слова, на две тысячи больше заработаете. Три слова на три тысячи рублей. Ну а если четыре слова дополнительных вы найдете, вы заработаете на четыре тысячи рублей больше. Зачем отказывать себе в удовольствии становиться богатым человеком? Ведь вы этого достойны. Ведь именно вы достойны стать тем самым богатым и счастливым человеком, которого я так долго жду. Я знаю, что все у вас получится. Я знаю, что вы с данным заданием справитесь. И справитесь быстро, и справитесь стремительно. Потому что вы молодцы. Потому что вы на правильном пути. И у вас обязательно все получится. Где бы вы ни были, чем бы вы сейчас ни занимались, пожалуйста, не теряйте времени. Двигайтесь строго от буквы к букве. Никуда не перепрыгивайте и не перескакивайте. Размышляйте, рассуждайте. И появляйтесь здесь как можно быстрее. Не теряйте времени. У вас все получится. Именно вы станете тем самым победителем, которого я так долго жду. Ищите, ищите слова, двигаясь строго от буквы к букве. Не надо вам никуда перепрыгивать и не надо вам никуда перескакивать. Вы добьетесь победы. Вы станете победителем моего интеллектуального шоу. Думайте, работайте, анализируйте, перепроверяйте любые ваши варианты. И не бойтесь ошибиться. Я хочу услышать ваш голос. Программа заканчивается, остаются считанные мгновения, а здесь тишина. Неужели все напрасно? Неужели все это время, которое вы провели рядом с данным буквенным табло, вы не сумели отыскать ни одного слова, соблюдая принцип змейки? Вам себя не жаль? Мне очень жаль. Мне очень жаль, что нет победителя. Программа заканчивается, а здесь тишина. Вот так приехали называется. Ну что же делать? Такое бывает. Значит, будем работать с тем, что есть. Значит, в общем-то, настанет миг, когда я вынуждена буду попрощаться. И аннулирую данное задание, и аннулируется данная награда. Задание я не буду переносить на завтра, не думайте. Поэтому работайте прямо сейчас и появляйтесь здесь до тех пор, пока вы видите меня перед собой на экране. Вот пока я здесь, пока здесь данное табло, данная награда, у вас еще есть возможность. Вы еще успеваете. Главное – захотеть. Главное – пытаться работать и двигаться согласно условиям моего задания. Двигаться строго от буквы к букве. Никуда не перепрыгивать и не перескакивать. Слово должно читаться по принципу змейки. Вверх, вниз, вправо или влево. Я вас слушаю. Пожалуйста, что за слово нашли? Говорите, алло. Здравствуйте. Это лесопилка. Лесопилка. Ну, я так надеялась, что вы будете моим победителем. Я вот прям с замиранием сердца услышала звонок в надежде на то, что вы мне озвучите победную версию. А вы меня вновь расстраиваете. Нет здесь слова лесопилки. Мимо. Какое-то другое здесь слово. Одно из пяти слов. Все пять слов связаны между собой по смыслу. Помните об этом. Я вас слушаю. Пожалуйста, какое слово или слова в этой скале? Алло. Здравствуйте, девочка. Здравствуйте. Нашла два слова. Школьник и путильник. Вы молодец. Вы нашли два из пяти слов. Я вас поздравляю. Как вас зовут? Евдокия. Евдокия очень приятно. Ну что ж, откуда вы? Новосибирск. В город Новосибирск отправляется 17 тысяч рублей, потому что вы отыскали два слова. Ну а я с вами прощаюсь. Благодарю всех, кто был сегодня с нами. До новых встреч. До свидания. Удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова